Это держи дерево, я сейчас в нём запуталась. Вот, посмотрите. Видите, вот, какие острые щупальца у неё. Я сейчас опять запутаюсь, и она меня задержала. То есть, может, это знак какой-то? Стой, не ходи туда. Вот, и везде здесь, посмотрите, вот такие вот метки. То есть, мы сейчас просто срезаем немножечко, как сказал Руслан. Ну, и везде, вот, кто-то повесил красный скотч, чтобы можно было немножко срезать к дольменам путь. Смотрите, какая красота! Посмотрите, деревья уже как будто бы осенние. И треугольный разрез, да? Он подчёркивает, что это край пирамиды. Какой разрез? Ну, треугольный. Треугольный разрез. А это карьер, да? Это выработка чего? Ну, для постройки это дорог. Для отсыпки используется. Прям так прохладненько. Хорошо. Хорошо. Что-то хорошо, но мы потеем. И нас проветриво продувает. Пирамида Анексис, на которой идёт выработка. Ну, да. И теперь объясняй. Ей 704 тысячи лет. Угу. Тёмные приняли решение разрушать наши сакральные святыни. Угу. Поэтому практически во всех уголках России пирамиды находятся в плачевном состоянии. Под видом строительства дорог, отсыпки идут разрушения наших сакральных святынь. Угу. В данном случае это нерукотворная ведическая пирамида Нексис. По другим данным, пирамида Солнца. А что такое нерукотворная? Рукотворная, которая сделана руками человека, а нерукотворная? Ну, неруками получается. Ну, и кем тогда созданы? Кем? Считается, что зависал космический корабль и лазером срезал с горы, формируя грани. Угу. Всё лишнее. Но космический корабль кому принадлежал? Кому принадлежал космический корабль? Мы. Мы же раньше Вселенную, получается, по Вселенной путешествовали. Угу. Не зря же в культуре осталось Вселенский собор в христианских, получается, не источниках, а как в христианской культуре, да, есть такое понятие, как Вселенский собор. Да, кстати, Вселенский собор. Что лишним образом доказывает о великой роли людей в решении вселенских вопросов. Угу. Ну, он сама судьба, получается, но он поверит. Поверит, он поднимается. Ну, камера всё равно такой передаёт, вообще ничего не передаёт. Слушай, а вот там озеро, что ли, какое-то, я не пойму? Да? А что за озеро? Водохранилище. А, там можно купаться? Нашла тут черепаху по дороге, но мне кажется, она выползла просто откуда-то. Да, она вышла, спрячила. Ой, слушай, она правда большая. Хотела дорожку переползть, очень красивая. Слушай, замерла она. Угу, не боится нам. Ну, не испугнули. Красавица. Ну, ты что, не бойся-то, не бойся, мы вообще хорошие люди. Я тоже потрогаю. Ну, что, будем фотографировать? Ой, какая красивая. Рядом с ней, что ли? Так, готова? Готова? Внимание. Сейчас, можно, я волосы распущу тоже. Что-то я тут обью. Не готовлюсь. Ой, слушай. Слышишь? Вот, посмотрите, у нее клещей сколько. Она понабрала сколько клещей. Вот это вот переливается. Ты с другой стороны. На свет, чтобы... Вот так вот. Ну, я не знаю, как вытаскивать, я боюсь. Но она вылезла, смотри, не боится, Ален. Она даже вот лапа, посмотри, показала. Лапа показала, все показала. Вот наша черепашка, она даже вылезла, но мы тут у нее... Нет, 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 посмотрите, еще идут люди, вон. Но они пошли по главной дороге, мы пошли в обрез. И с этой стороны, посмотрите, какие горы. Смотрите, какие горы с этой стороны. Ой, а тут что у нас? Какое-то поселение. Красота вообще неописуемая. Просто такой космос. Вот это да. Смотрите, вдалеке это поселение Широкая щель. Вот это вот желтое, то, что вы видите, это выгоревший от солнца дубы, потому что здесь в этом году мало дождей было. Теперь расскажи мне об этой Широкой щели. Как люди сюда добираются, как они, ну, что они вообще, что это такое? Море нет рядом. А, видно, хорошие домики, смотри. Прям такие хорошие, красивые построения. Такое ощущение, вот даже сюда люди приезжают отдыхать. Хотя, если они приезжают, что они сюда приезжают? Короче, у нас вопросов больше, чем ответ. Руслан, расскажи нам. А о чем? Зачем сюда? Здесь люди просто живут или как туристы тоже приезжают? Так это поселок Широкая щель. Ну. Такой, ну, че, не знаю, это же поселок. Ну. Здесь туристы сюда не приезжают, да? Не живут. Арендовать в смысле? Да. Приезжают. Для чего? Если море далеко. Ну, кто-то лечится у дольмена творчества. Там один из таких мощных дольменов находится. Угу. Вот, и кто знает, многие экстрасенсы приезжают, работают с этим дольменом, с духом этого дольмена. Угу. Вот. Дольмен не так давно откопали, где-то, может быть, 10-15 лет. А где он дольмен творчества? А, да. Возле магазина идет отворот, получается. Ты там был? Я там был, да. Красивый. Один из красивейших дольменов. Так, у меня еще вопрос, когда тучи, вот мы видим, допустим, отдыхаем на пляже, и тучи над горами, они прям вот здесь вот не место не видно, да? Ну, то есть вот идешь, ты идешь, ты идешь, ты идешь, ты можешь. Ну, это облака предвосхождение, так называемые. Да, вот верхушки, вон... Ну, то есть вот мы бы прям плавали сейчас в облаках, если бы такая погодь стала. Ага. По лунному дольмену, то есть здесь два дольмена находятся вместе, это лунный дольмен и солнечный дольмен. Вот сейчас мы подходим как раз к лунному дольмену. И, кстати, Руслан, которого, ну, вы часто видите в моих... Посмотрите, солнышко здесь выложено. Руслан, которого вы часто видите, он гидом работал раньше здесь. То есть успел абсолютно всем работать. Все, ладненько. Сейчас чуть-чуть прям поснимаю и отключаю здесь всем делами заниматься. Мы сейчас потихонечку приближаемся к мужскому дольмену. Это вот солнечный, то есть женская энергетика, это лунный. Вы знаете, вот чем больше я узнаю из разных религий, конфессий, философских течений, каких-то моментов, я тем больше укрепляюсь в вере, что они совпадают друг с другом. То есть вот тут женская инь-янь, да, там женско-мужская инь-янь, там даже вот у славянской культуры есть женский дольмен, мужской дольмен, солнечная лунная энергия, это в астрологии, в джойтиш-астрологии вот эти понятия есть. То есть, ну, настолько перекликаются все вот эти вот течения, что, видите, здесь даже люди приезжают и живут. Прямо вот здесь вот разбили палатку, все, бросили, заякорились, приехали дикарями, проживают. Руслан говорит, спроси, что-нибудь у них, ну, я что-то не особо хочу с людьми разговаривать, не хочется побыть просто. Так часто сюда, если бы я 150-й раз приходила к этим дольменам, я, может быть, еще с кем-то поговорила. Но реально чувствуются энергии определенные, и вот их как раз и хочется почувствовать. Это вот мужской дольмен. Сперва или сюда, сама разузнаешь. Аленка зашла в цветочный магазин, мы уже обратно едем. Сегодня у сестры ее, да, мне еще, кстати, вот сегодня у сестры ее день рождения. Она уже опаздывает, где-то на час. Сейчас цветочки заехала купить. Что-то такое, как в дендрарии так. Какой-то красивый что-то магазин. Девчонки, может быть, я не знаю, кто-то в Геленджике проживает, я знаю, что девочки у меня даже квартиру покупали в Геленджике. Руслан занимается не только фотографией выездной, он еще и собирает мебель, сантехника занимается, электрикой. И действительно, он очень душевный человек, очень порядочный. Вот таких людей просто сейчас все остается и все меньше и меньше. Больше людей заточены на как-то быстрее сделать, деньги получить. Вот. А таких вот людей, ну, вот я не знаю, они как самородки, просто на вес золота. То есть таких уже не существует порядочных, ответственных. Вот. Так что Тебя немного рекламирую. Так получилось. Да, ничего, ничего. Вот. Так что если вдруг кто-то из вас проживает в Геленджике, да, кстати, у меня же девчонка, сейчас мы с тобой поговорим, я, если что, я тоже скину телефон. Вот. Имейте в виду, если купили квартиру в Геленджике, если вы живете здесь уже давно, мастер, можно сказать, на все руки. Смотрите, какая красота. Это пирожное, причем самое дорогое пирожное в Леди Мармонаде. Это где? Закрылась. Я должна развлечать. А. У меня сегодня праздник. Вот. У меня наконец-то прибавилось плюс 100 зрителей и стало 15700. Я долго шла к этой цифре. Ой, цвета музыка. Я долго шла к этой цифре, потому что сейчас очень долго набираются зрители вот таким вот естественным способом, и для меня, если честно, это маленькая победа. Я, наверное, месяца три к этому шла. Я вообще решила каждый раз теперь отмечать каждые 100 зрителей, отмечать чем-нибудь вкусненьким. Вот. Так что за следующих 100. Все. подписчиков тебе сколько набавится? Чего? Ничего не набавится. А ничего не набавится? Нет. С подписчиков ничего не набавляется. Так, я когда отзвучила папе стоимость этого пирожного, стоит на 360. Это самое дорогое в Леди Мармеладе. Но, говорят, очень вкусное, там должно быть с марципаном. Ну, якобы с марципаном. Сейчас я еще покажу, что мы взяли. ой, я, наверное, вот так вот возьму. Там за 360 должна жемчужина быть настоящая. Вот, и что, сколько жемчугов. Пусть она горит. Э, ты не хочешь гореть? Я могу и спрашивать. Ты спрашивала, да. Сюда еще землю надо сыпать. я оберну туалетную бумагу и смочу туалетную бумагу и я... Согласитесь же, красивый, просто шикарный. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая красота. Просто вообще волшебно какой-то шикарный шик. Да вообще, космос-то, смотри. Вот. Я так каждый раз буду отмечать. Решила все. Каждую сотню не подмечать. Теперь. А эти свечечки я заберу домой. Я специально сходила сегодня, прям прибежала после того, как мы приехали с Дольменов в магазин, купила вот эти вот свечки и купила пироженку. Уставшие, у меня уже не передвигаются ноги, если честно. А, вот то, которое понравилось. Скорей, чувствуешь запах. Канка чувствуешь запах? Да. О, Боже, какая-то прелесть. Посмотри, это произведение искусства просто. На пирожное. А ты вещи уже собрала? Нет, не все. я смотрю, кто там что-то лазил, собирал. Катенька у нас тут стоит, мы собираем вещи уже. Я еще взяла смородину, это из черной смородины. Какой-то муссовый торт и кардинал очень-очень-очень вкусный. Он там с ликером идет, прослойка пломбировая, прямо с пломбира. Также есть кусочки прям тоненького, тонюсенького, тающего во рту шоколада. Просто вообще шикарный. Обалденный тортик. Вот это вот тоже сверху глазурь, она натуральная, натуральная шоколадная. Так что, если будете в Геленджике, посмотрите, как украшено. Тут, вот мама, посмотри, как украшено. Розочка, бутон розочки даже лежит. У них есть шеф-кондитер, который делает эти пирожные. Ну, действительно, у нас в Саратове таких вот честно, правда, нет. Я не находила, по крайней мере. Может, кто знает, скажите, конечно, не было. Что, сейчас будем покушать, дай? Или ты не хочешь? Ну, чай попить можешь. И сколько ты за отряд дала? Тысячи с лишним? 800, что ли, 790, что-то такое. Ну, 400 это те сколько? Ну, я не знаю, в общей сложности, я с годы 210, по-моему, этот еще там, сколько-то, не помню. 800 рублей отдала? Да, да, 800 рублей. Но, перед отъездом можно же шикануть. И так никуда не ходим, уже какой день. А нам нельзя шиковать. Сладкое есть.